От фракции «Справедливая Россия» выступает Сергей Александрович Доронин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, мы все знаем, что наиболее заметным событием нынешнего года стали антироссийские санкции и, соответственно, меры, которые вела наша страна против стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Все деловое сообщество, инвесторы, сельхозтоваропроизводители горячо обсуждают эту проблему. И, наверное, не потому, что с августа месяца в Российскую Федерацию нельзя завозить фуагра или хамон по 100-200 евро за килограмм, а за пределами МКАД на эти деньги люди живут практически месяцами, а по одной простой причине, что людей волнует проблемы с продовольственным обеспечением, с продовольственной безопасностью страны, и то, не повысятся ли цены в ближайшее время на продовольствие, и будет ли полностью обеспечены полки магазинов молочными продуктами, овощами, фруктами, мясной продукцией, рыбой. Поэтому совершенно очевидно, что наши крестьяне могут восполнить то, что завозилось из-за пределов Российской Федерации. Но столь же очевидно, что государство на сегодняшний день вновь может подставить сельхозтоваропроизводителей, как немножко подставило при вхождении в ВТО. Все мы с вами отлично знаем, что в 2012 году, когда страна вошла в ВТО, рентабельность многих сельхозтоваропроизводителей стала ниже нулевой отметки. И если бы не рывок 2005-2006-2012 года в рамках реализации национального проекта развития АПК, то Россия в связи с санкциями оказалась бы куда в более тяжелой ситуации. Предприятия с 2006 года на свой страх и риск набирали огромные кредиты и вкладывали серьезные инвестиции в развитие сельскохозяйственной отрасли. На сегодняшний день объем кредиторской задолженности составляет около 2 триллионов рублей. Около 2 триллионов рублей – это при том, что сальдированный результат сельскохозяйственной отрасли за прошлый год составляет всего 74 миллиарда рублей. Нетрудно посчитать, что для того, чтобы рассчитаться со всеми долгами, отрасль должна вкладывать на протяжении 30 лет, то есть отдавать эти деньги банкам, у которых они брали кредиты. В результате сейчас хозяйства сидят по уши в долгах. По имеющимся оценкам Министерства сельского хозяйства, около 23% сельхозпредприятий сегодня убыточные. Они не могут не только основной долг обслуживать, но и проценты по нему. Так что средства для расширения нового производства, конечно же, у сельхозпроизводителей, у сельхозпредприятий отсутствуют. Поэтому, если нам необходимо быстро нарастить производство продовольствия, а это действительно нужно, то существует только одно решение. Это увеличение государственной поддержки. Можно сколько угодно говорить о бюджетных ограничениях и о том, что подобное решение противоречит либеральной теории. Это очень интересное рассуждение, но они носят исключительно теоретический характер. А на практике другого решения нет. Инвестиционный процесс необходимо поддержать государственными средствами. Может показаться, что я сейчас говорю банальная самоочевидная истина, и, к сожалению, ситуация прямо обратная. А пока не просто не стал приоритетом правительства, а, напротив, он становится в еще более тяжелое положение, чем прежде. В пятницу мы с вами будем обсуждать бюджет на 2015 год и последующие годы. Я сейчас держу в руках заключение Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на этот законопроект. Фактически документ говорит о том, что по всем основным статьям государственная поддержка сельского хозяйства не только не повысится, но даже снизится. И не только в реальном, но и в номинальном выражении, то есть в рублях. В то время как наша национальная валюта, как известно, тоже серьезно потеряла в цене. Это видно уже из первых цифр. Я напомню, что на нынешний год ассигнования на государственную программу развития сельского хозяйства должны составить 171 миллиардов рублей, а на будущий, согласно проекту бюджета 2015 года, менее 168 миллиардов. Если же смотреть на конкретное направление, то по основным из них проседание оказывается еще более значимым. Так, по сравнению с 2014 годом бюджетное ассигнование на подпрограмму развития подотрасли животноводства в 2015 году уменьшены более чем на 5 миллиардов рублей. Мы с вами хорошо знаем, что одним из самых проблемных мест в отечественном АПК является производство молока. Да и с точки зрения ответных мер на антироссийские санкции, молочные продукты остаются одним из наиболее волнующих общества сегментов. Казалось бы, хоть здесь государство должно нарастить усилия. Получается же ровно наоборот. Субсидии на 1 литр реализованного или отгруженного на переработку молока сокращены почти на 7 миллиардов рублей. Не повезло не только животноводству. Бюджетное ассигнование на подпрограмму развития подотрасли растеневодства в 2015 году в сравнении с нынешними также уменьшено на 3,5 миллиарда рублей. Я не буду дальше утомлять вас цифрами, хочу только зачитать вывод, сформулированный в заключении нашего аграрного комитета. В последнее время ВПК из-за низкой доходности предприятий, высокой закредитованности отрасли и низкой инвестиционной привлекательности сложилась ситуация, которая не позволит даже при существующем уровне поддержки 171 миллиард рублей выполнить в 2014 году в полном объеме индикаторы, заложенные в государственной программе, в частности, такие как производство молока, производство скота и птицы на убой, поголовье крупного рогатого скота, объем реализации производителями сельскохозяйственной техники, новой техники с сельскохозяйственным товаропроизводителем. Исходя из этого, депутаты комитета считают, что принятие федерального бюджета с планируемым уровнем финансирования госпрограммы на 2015 год в размере 167,8 миллиарда рублей не позволит достичь целей индикаторов, заложенных в госпрограмме, и может привести к снижению объемов производства по отдельным видам сельхозпродукции. Я хочу подчеркнуть этот вывод. С высоких трибун нам бодро докладывают, как скоро у нас все будет свисти и колоситься. Но на практике при нынешних финансовых планах мы можем столкнуться не с увеличением, а со снижением производства продуктов питания. Таков вывод комитета по аграрным вопросам. Говорить же о решении задач импортозамещения здесь и вовсе не приходится. Без увеличения государственной поддержки оно может произойти только одним способом – путем резкого увеличения цен и роста инфляции. Я считаю, что перекладывать на людей такой груз правительства не вправе. Между тем, решение существует. Более того, оно даже официально оформлено. Минсельхоз России недавно внес на рассмотрение проект постановления правительства о внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Там имеются необходимые расчеты для реализации мероприятий, направленные на ускоренное импортозамещение. Предлагается выделить в 2015 году дополнительные 77,5 миллиардов рублей. Кроме того, нужно решить вопрос со сроками уже выданных кредитов. Их необходимо продлить вместе с субсидированием. Тогда хозяйствам не придется отдавать банкам последние копейки, и они получат возможность инвестировать. Конечно, сейчас вновь зазвучат возражения против увеличения господдержки, но если учесть, что речь идет об обеспечении людей самым необходимым, то есть продуктами питания, если учесть, что мы тем самым стимулируем рост отечественной экономики, что увеличение выпуска будет сдерживать инфляцию, а значит стоимость заимствования для абсолютно всех предприятий, если все это учесть, то нужно признать, такие ассигнования сегодня необходимы. Правительство много лет говорило, что сельское хозяйство является для него приоритетным. Настал момент истины, и необходимо эти вопросы в срочном порядке решать. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович.